Аквариум без грунта вполне может существовать, правда смотрится такой аквариум пустышкой. На мой взгляд в оформлении аквариума обязательно должен быть грунт, ведь он не только придает аквариуму полноту, целостность, но и является домом для полезных бактерий, некоторых видов рыб и даже улиток. Акварынок предлагает огромный выбор на любой вкус и цвет. В этом видео я хочу вам показать грунт от компании Декотоп, природный песок, который называется Метта. Отличный вариант для любителей классики, любители сочетать светлое и темное. Этот песок очень светлый, тополиным пухом заполняет стеклянное дно аквариума. Обратите внимание, песок Метта не поднимает PH, KH и GH. Помимо этого, песчинки окатаны и не имеют острых углов. Любая роющая рыбка, будь то кюля или макрогнатус, точно будут в полной безопасности. Достаточно мелкий и при желании или необходимости для воссоздания биотопной композиции, вполне может быть смешан с более крупным песком. Не секрет, что в компании Декотоп любой грунт или камень имеет свое название не просто так. Этот песок назван Метта в честь южноамериканской реки Метта, который широко распространен. Но похожий кварцевый песок можно встретить в других биотопах Северной и Южной Америки, Евразии, Африки и Австралии. Неоднократно в интернете встречаю мнение, мол белые грунты очень быстро темнеют, покрываются налетом, а иногда и становятся зелеными из-за водорослей и прочие, 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 плюс сто пятьсот причин. Друзья, этот грунт уже год в аквариуме, если за аквариумом ухаживать хотя бы немножко, никаких проблем не будет, а позеленеть могут и вовсе темные камни. Так что если встретитесь на просторах интернета с такими псевдопрофессионалами, покажите им этот отрывок или это видео. Живой пример сейчас у вас на экране. На мой взгляд, когда в оформлении аквариума используют песок, аквариум уже выглядит более-менее природно, естественно. К тому же песчинки достаточно плотно прилегают друг к другу и отходы жизнедеятельности рыб, остатки корма и прочее не проникают вглубь грунта. Это вы и видите сейчас на своих экранах. Соответственно, когда мусор на виду, это стимулирует аквариумиста наводить порядок в аквариуме. К тому же нет зон, из-за которых будет портиться вода. А для роющих рыб и улиток песок вообще жизненно необходим. Но у любого песка есть свои и недостатки. У канала Параквариумистика есть инстаграм. Буду рад встрече с вами на страничке. Ссылка в описании. В аквариуме с песком обязательно должны быть роющие рыбки или улитки. Дело в том, что через песок не циркулирует вода. Соответственно, образуются застоянные зоны. Как еще часто говорят, грунт слеживается. В таких местах образуются опаснейшие сероводород и аммиак. Еще один минус песка – это его вес. Песок достаточно легкий и каждый раз во время уборки в аквариуме сифонить нужно аккуратно, чтобы вместе с отходами не высосать в драгоценные песчинки. Но это, пожалуй, и все особенности или минусы аквариумов с песком, которые попросту меркнут на фоне визуального наслаждения таким грунтом. Перед укладкой песка в аквариум его необходимо тщательно промыть лучше несколько раз. В противном случае вода будет мутной. Но это я так делаю. Некоторые аквариумисты засыпают так, как есть, заливают водой, мешают грунт в воде, прям баламутят и оставляют. Внешний фильтр эту воду прогоняет через себя, и все мелкие песчинки, из-за которых и образуется муть, остаются в губке, после чего губку заменяют на новую. Песок. Метта можно использовать не только в аквариуме, но и в террариуме. Нередко подобный песок используют и во флорариумах, в цветочных композициях, с кактусами и суккулентами, в муравьиных фермах. Пригодится песок и для любителей скорпионов. Часто используют песок для содержания попугаев, когда дно клетки цельно засыпают песок, а во время уборки за птичкой песок просеивают через сачок. Очень удобно, и птичкам намного комфортнее по нему передвигаться внутри клетки. К тому же они его еще и подъедают. В описании под этим видео оставлю ссылку на магазин Декотоп, на этот натуральный нейтральный песок метта. Обязательно посмотрите на готовые композиции из камней. Там их огромный выбор. Отличное решение, чтоб не составлять композицию самому и не ломать голову. Как же сделать так, чтоб камни сочетались друг с другом. На этом у меня все. Всего доброго вам и вашим близким. И до новых встреч на канале ПАР. Продолжение следует... Продолжение следует...